Музыка Уважаемые коллеги, для нас будет Россия и будем и мы является главным тезисом. Наша партия и фракция всегда придерживалась главных ценностей. Это величие страны, социальная справедливость и благополучие трудящихся. Мы считаем, что подводя итоги 20 лет, надо обязательно вспомнить, что предшествовало расстрелу советской власти и парламента и почему родилась эта конституция. Уже в конце 1992 года стало ясно, что команде Ельцина не удастся под диктовку ЦРУшников распродать всеобщенародную собственность. Тогда в 1993-м и появился знаменитый опус «Порядок особого управления страной», но стотысячные манифестации на Манеже опрокинуло этот вариант. Затем срочно был подготовлен референдум в апреле додания «Да», который должен был снести Верховный Совет и развязать, передав всю власть в основном Ельцину руки, но народ отказал и в этом. Тогда появился указ 14-00, хотя работала Конституционная комиссия и вполне можно было подготовить полноценную Конституцию. Но им стало ясно, что эта Конституция не будет Конституцией президентского самовластия, поэтому и был издан указ, который завершился расстрелом парламента. Если в Сталинскую Конституцию обсуждали почти 75 миллионов человек, в Брежневскую – 140, то в обсуждении Ельцинской практически никто не участвовал. Она была опубликована только в российской газете, в лучшем случае один из ста читал ее, поэтому голосовали по сути дела в темную. И фактически она получила даже при массовых приписках всего поддержку 32% граждан, 13 крупнейших регионов отказали и этой Конституции. Мы считаем, что Конституция президентского самовластия не решила ни одной проблемы. Она не уберегла страну от чеченской бойни, в которой погибло более 100 тысяч человек. Она обеспечила дефолт, когда обвалились все финансы. Она продолжила воровскую невинную приватизацию. Степашин подготовил итоги этой приватизации. Они лежат в Думе, но так и не рассмотрены. Она породила дикую невинную коррупцию и массовые умирания страны. Мы за эти годы потеряли 9 миллионов человек, в то время, когда американцы прибавили 77, французы 10, англичане 9. По сути дела, на нас обвалились санкции, продвижение НАТО не спасла она и от новой волны кризиса, который охватил страну. За последние 10 лет, это недавно звучало и на съезде Единой России, наши темпы составили всего 4%. У тех же американцев 16, а у китайцев 101. У нас был вариант реформ, но эта Конституция, по сути дела, похоронила реформы. Самое страшное, что нас крайне беспокоило и беспокоит, это грубо нарушены все элементарные права граждан. Раскол продолжает углубляться. Сегодня раскол уже перекинулся и на православную веру, что опасно длительным конфликтам. Что касается обнищания граждан, оно достигло невиданного размера. Почти каждый второй живет или у черты бедности, а 20 с лишним миллионов человек оказались в богатейшей стране мира нищими. К сожалению, снова возобновилось вымирание. За последние два года мы теряем почти 300 тысяч человек. Город 300 тысяч, снова исчез тело нашей державы. Что касается главного ущерба, сегодня демонтируется социальное государство. В статье 7 гарантированно социаль... Николай Михайлович, это их дело. Им кроме нас с тобой правду никто не скажет. В статье 7 о социальном государстве, по сути дела, нарушено сплошь и рядом. Какую ни возьмешь гарантии бесплатного образования, здравоохранения, многого остального сплошь и рядом перечеркнут. Мы в данном случае были и остаемся реалистами. Мы в этой думе не благодаря милости власти и партии власти, а благодаря поддержке трудящимся. И наши идеи будут популярны в стране всегда. Нам удалось дважды уберечь страну от гражданской бойни и гражданской войны. Поведимые безответственно в 93-м и 96-м, эта гражданская война снова была бы реальностью. Мы сумели денонсировать Беловежский сговор в марте 96-го. Тогда, на следующий день, в Думу были введены полицейские части. Для того, чтобы запугать, Ельцин подготовил три указа о разгоне Думы, о аресте почти 400 человек и еще один закон о введении в срезвычайное положение. Я сегодня благодарю всех моих друзей и коллег, военных, которые тогда проявили характер. И заявили Ельцину, что если введем в срезвычайное положение, а чтобы его ввести в Москве потребуется минимум 100 тысяч человек, то ситуация неизбежно закончится столкновениями. Фактически, кроме Ярославля, все остальные прибрежные города, прилегающие к Москве, были готовы перекрыть дороги и закончить это безобразие. Мы сумели спасти страну после дефолта, когда все обвалилось. Тогда, несмотря на упрямство Ельцина, он вынужден был пойти на формирование правительства национальных интересов во главе с Примаковым, Масляковым и Герасченко. Тогда присоединилась Матвиенко, и они многое сделали. Они сделали все вопреки рекомендациям МВФ и ЦРУшников. Они реально проводили политику в интересах производства и граждан, что весьма не понравилось Ельцинской команде. Тогда Степашин подготовил итоги так называемой приватизации 90-х. Мы предлагали их рассмотреть, можно было остановить это все. А сегодня снова появляются законы о мупах и гупах, которые уничтожают последние рычаги нормального управления в крупных промышленных центрах, городах и в дальних регионах. Мы сумели остановить и наступление НАТО. Тогда уже запланировали учения в Нижнегородской области, но мы вместе с командой протестного движения «Кашина» сумели это остановить. Нам удалось выдавить и ту базу, которую уже наметили в Ульяновске, базу подскока, где американцы должны были обосноваться, и с этим ничего не получилось. Мы вместе с Харитоновым возглавили движение в 10 тысяч человек, и в Феодосии в 2008 году выставили оттуда американцев, которые уже обосновались, и сумели вместе с Украинской компартией и крымскими друзьями проявить волю и характер. Я считаю, что нашим огромным достижением совместным является отставление не только Крыма, но и Донбасса. Мы туда отправили 75 конвоев и продолжаем эту благородную работу. Считаем, давно надо было признать эти республики и остановить этот беспредел. Мы подготовили законы образования для всех и поддержки науки. Наш Нобелецкий лауреат Жарел Салферов, да Бог ему здоровья, трижды прочитал лекции в стенах Думы и о развитии науки, о власти и о том, что неизбежен социализм по великой статье Эйнштейна. Мы считаем это нашим общим творческим наследием. Для нас принципиально важен был поворот к селу в поддержке аграрного комплекса, и Кашкин, Харитонов, большая команда подготовила реальную программу слушания, и вы видите, как они честно и достойно сражаются за это. Для нас армия и безопасность были всегда высшей ценностью, и вместе с Савицкой и Камоедовым Тарнаевым мы подготовили программу по спасению Тополя-М, по развитию нашей ракетно-космической техники. Снова наступили, остался МИГ-31 и готовим МИГ-41. Для нас это задача номер один. Мы подготовили программу развития страны и вывода ее из кризиса, и формирование бюджетов 25 триллионов и по 12 законов под эту программу. Но, к сожалению, партия власти даже на фоне кризиса и того, что обложили нас со всех сторон, не прислушивается к позиции, что считаю совершенно недопустимым. В свое время мы подготовили, добавьте одну минуту, подготовили три проекта закона о гарантиях оппозиционной деятельности. Один закон был проведен через Думу, но президент отказался подписывать. Сегодня нет нормальных честных выборов. Сегодня нет контроля за исполнительной властью, что является самой большой бедой. Сегодня нет социальной ответственности и социального государства. Оно все больше превращается в олигархический клан, где приватизированы гигантские ресурсы. Четвертый год подряд продают народного сырья на 20 триллионов рублей, а в бюджете ни разу не оказалось больше восьми. Платим дань 12 триллионов олигархии иностранной своей. Когда было ордынское иго, третий раз, вам напоминаю, платили со двора десятину. Мы считаем, что пенсионная реформа является позором, который можно только придумать. И благодарим всех, кто подписал нам обращение в Конституционный суд, потому что она в принципе не конституционна, потому что есть реальная 55-я статья, которая гласит, нельзя ухудшать положение граждан, а здесь в массовом порядке перечеркиваются их требования. Послание президента войти в пятерку, победить бедность и прорваться в новых технологиях, на мой взгляд, принципиально важны. Но при нынешнем курсе и такой конституции, похоже, эта задача нереализуема.